Доброго времени суток, уважаемые зрители! Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон... Всем привет! И Антоха. Он в этой серии говорить не сможет, поэтому будет, наверное, только писать. Или... писать. И то, и то. Так. Мы закончили предыдущую серию на создание карты. Кстати, сейчас создам карту и пойдем. Копия карты делается с помощью пустой карты и обычной карты. Так что... Ее надо сделать сначала пустую. Сейчас я тогда расширю еще обычную. Расширяется карта вот таким вот образом. Странно. Ух ты, е-мой! Правильно. Я ее расширил. И теперь уже масштаб карты у нас изменился. Теперь она уже называется не карта 0, а карта 1. Димон, тебе карта 1 нужна? Э-э-э... Да, пока да. И сейчас мы получаем две карты 1. Ты где? Э-э-э... Ну, тут Антон нашел шхеру, где у нас зомби постоянно шумели. Они вот тут вот нахватиться. А вот... Если ты меня видишь... Пока нет, пока. Ну, выходи на улицу. Сейчас. Что-то я еще хотел, по-моему, сделать. Мы уже не помним, что... Давай, да, сейчас посмотришь тут, потом... Смотришь в другом месте. Может, вспомнишь. Потому что там сейчас все на нас загрызут. Беги быстрее. Да, бегу сейчас. Сюда. Ага. Ох, ядрен батон. Да. Ох, ядрен батон. Холы щет. Ё-моё. Ого. Сколько там всего. Блин, Антоха. В очередной раз пал смертью. Ух ты. На меня зомби с яйцом идет. Ё-моё, сколько тут. Это тут целая... Я не знаю. Какой-то оплот. Нет. Курица откуда-то. Какая-то подземная курица. Так. Что у нас тут вообще? Все, все исчезли уже. Там вещи твои, Антоха. Пока факелы втыкаем. Так, и карту держи. Хоп. Давай. Опа, она опять. Сейчас опять Антонио убила. Ха-ха-ха. Опасная какая-то у нас тут пещерка. Зато шум прекратился. Железа тут куча. Ну, хотя не такая уж куча, но... Ох, она тут разветление такое нехорошее идет. Угу. Ого-го. Тут еще стоят. Ха-ха-ха. 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 Штаны потерял. Ха-ха-ха. 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 Видимо, Крипер... Ха-ха-ха. Хорошо бы работал. Ха-ха. Вот так. Вот так вот. Ой, сейчас бабахнет. Сейчас там еще бабахнет. Пусть скелет по Криперам лупит. О, есть! Пластинка выпала. если скелет убивает крипера то из него выпадает пластинка пластинка c418 мол не знаю что это такое нам нужно проигрывать или сородить чтобы прослушать а тут прямо над нами наши овцы тут-то все я рычали не чувствую сколько их тут было то хобби штанов оставили видимо да какой же там счет 4 так ладно пошли наверх кося давай щас а да ты что на счетах давай давай тут уголь еще можно выработать так и тут можно как-то здесь пол будет сделать потому что ухт уже темно уходила на наш обменил я спрошу сейчас вещи те которые нарую в пичку еще у меня закинуть порох в пластинку не знаю куда положу там где у нас алмаз и бирка пусть там лежат для проигрывателя нужен один алмаз так что пока что мы его не делаем он дорогой сильно получается чтобы алмазовые наконечники эти как они назывались до стрелы то есть для рома фона для проигрывать и карта по большому счету мне не особо нужно хотела на ее увеличу сейчас по максимуму и буду с ней без прорисовывать и так это плохо не надо ну чё не надо так карта так она она ложится банькать или уже свет кстати на карте по идее красными метками обозначены игроки все красные нет что не похоже у меня сейчас у меня белыми обозначены а то наверно озеро слава лава только я че то не вижу процент антона вообще да вообще должны быть игроки обозначены но я никого там не вижу карта 2 минуту масштаб общей антон вообще выходит на наружу я добивая металл м красавничок еще у нас появился чуть-чуть страна чужие вы не вижу на карте может это когда я увижу так в натуре он появится на карте даже не знаю а ну может быть кстати и поэтому тоже хотя у меня тут нужно видеть она она фонит у него джи перест этот спутник плохо работает у меня сейчас уже карта 4 находится я не помню можно ли сделать пятую не пятую нельзя сделать бумагу я сбрасываю и буду ходить с пятой карты тут правда нифига не видно но это так это территорию разведывать у нас что то в ящике с инструментами мало чего полезного димон ты куда делся это день нужен ну тогда я наверно тростник еще щас скажу антон класс можем идти спать давай ой зомби там едет вот что в дверях уже думать о металлических дверях да кстати можно сделать хотя у нас железа не так уж и много но все сейчас я как раз их и сделаем металлические дверь и для того чтобы их открывать нужен рычаг таки вины пирог у нас тоже есть для рычага места особо нету поэтому он сверху будет ну все можно так иди сюда он наверх видишь что штуку вот заберись на ней посмотри волнуто сейчас да упасть это будет очень плохо у меня кстати 38 уровень уже надо быстрее зачарование делать и зачаровать на 30 очку что то вид отсюда кстати довольно таки хорошее открывается пишите кто по кругу ходишь я смотрю что у нас тут есть вообще офигеть давай на баррикады забирайся что никого ты тут не видишь кто там кто там внизу ты наверно да блин а зачем такая шахта увидишь по поводу кстати высотного строительства тогда зрительным сейчас продемонстрирую один одну особенность так сказать допустим вот у нас есть какая-то какой-то столбик нам надо сделать короче построить дальше можно обычным образом шагать но так можно упасть а для того чтобы не упасть надо зажимать ну соответствующую клавишу красца по умолчанию она на shift и на control себе поставил и тогда ну она замедляет ходьбу я сначала думал что она просто замедляет но кроме этого даже если жать вперед все время то упасть становится невозможно но как ограничивает движение допустим с видом от третьего лица как не старайся с зажатой клавишей этой то не упадешь хотя допустим если выйти за самую границу а потом отпустите то можно принципе и упасть хотя так когда как вот таким образом можно спокойно строить различные конструкции нам бы сюда наверх какой-то нормальный заход сделать какой-то лестницу или что-то в этом ну вот все и будет это ты все для лестницы подготовил да я правильно рассчитал с этих клеточки это такой не очень оптимальный способ нормально все будет ты главное не дрейфь жареная курица смотрю уже есть из бумаги и кожи нам нужно 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 книги сейчас сделаю по крупному бумагу из кожи нам понадобится 45 единиц кожи это для чего кожа сейчас сделаю 45 книг это нам столько понадобится на зачаровали ну не на саму зачарованию а на книжные полки которые будут окружать так план по книгам выполнен я их положил туда же где бирки и пластинка и алмазы кстати нам надо будет подготовить комнату для зачарования я думаю где то она будет на вершине империи ну иди куда ты туда вяжал все таки лучше ее где там виделся все таки думал что поближе куда то будет поставить я уже в принципе задумал как она будет выглядеть я собираюсь ее сделать из синей шерсти для этого кстати ага надо сейчас печки подзаправить и закинуть на пережарку булыжник потому как для строительных целей он нам еще понадобится наверное нам надо поставить еще печку и дрова нам нужны и для того чтобы древесное сделать да и много печек много пережаривать камни завод завод давай наверное сейчас я даже это и сделаю где у нас будет так сказать печная комната где-то там только не ну типа да типа литейного цеха что-то ну пусть пока он будет туда где-то много места тут нам и не нужно нужно печек 6 сюда влюблю ведь даже 9 может с подвала 1 взять но хотя камня дофига так что не надо так в принципе комната уже по размерам нормальная нужно раз таки их еще сделать кстати верстак наверно надо прямо там тоже поставить далеко не убивать и приступаем к созданию 9 печек если мне еще камнях хватит ровно на 9 ну на самом деле еще больше есть вот это у нас тут гигантская печь еще сундучок наверное надо для угля туда поставить кстати по поводу печи есть же один способ я только сейчас про него вспомнил из железа можно сделать воронку только я не очень помню как она делается это вагонетка это котел котел нам не нужен это кираса если не ошибаюсь то можно по моему эээ вот эти вагонетки перемещать нажал на какую-то кнопку она поехала доход таком можно да блин я забыл как делается это воронка ладно можно поставить печку да время да время кстати у нас уже подошло к концу поэтому сейчас мы будем завершать серию я загружу эти все печки камнем и серия мы завершим а по поводу воронки если поставить над печкой воронку загрузить в воронку например уголь еще сбоку нет сверху загрузить материалы которые надо жарить сбоку поставить что там такое там антон какой то же замок сделал а то что на карте эта штука такая как будто знаешь основание если карту взять ну я на своей ничего не вижу так вот если сбоку а фундамент поставить воронку с сложить туда уголь то она автоматически будет в печку закидывать из воронок и предметы для жарки и уголь если еще и снизу сундук поставить точнее не это что не фундамент еще одну воронку и сундук то все готовое будет сбрасываться в этот сундук а это она показывает землю убранную такой коричневенький так все темно уже пошлите на процесс пожарки надо как-то было бы автоматизировать потому что вручную все это заправлять и выгружать будет довольно долго так ну в принципе эту серию мы завершаем спасибо что смотрите если смотрите и до встречи в новой серии всем пока всем пока 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 Продолжение следует...